всем привет вот как обещала сейчас я сниму коротенькое видео о том как же все-таки изменились маленькие морские монстры надеюсь это видео будет не очень длинным значит вот я уже приплыла к тому месту где вот вы видите молодой кандидум смею вас уверить все маленькие монстры находятся на своих местах то есть точки респа их не изменились я по нашему стандартному маршруту поехала и все они на месте что же все таки изменилось у маленьких монстров это их хп и сейчас я вам покажу насколько мой брикс объезд у нас заточен на плюс 7 пушки если раньше у с первого тарана например у молодого кандидума оставалось в районе 50 процентов хп сейчас вы увидите сколько останется после изменения на хп мое не обращайте внимания я тут немножко подралась с клинком взрослым поэтому вот у меня осталось и хикару я еще убил у меня немножечко вот хп ушло на это не обращайте внимание итак смотрим что же у нас как же у нас будет происходить таран как таранить я уже вам говорила прожимая букву т wq начинают таранить монстр идет ко мне мордой поэтому первый таран видите немножко неудачный сейчас мы за тараним второй раз я вам сразу могу сказать что и до этого изменения и хп молодой кандидум с одного тарана не убивался никогда во всяком случае у меня так не получалось что кого то получалось у кого заточка обвеса другая но вот мы видим да как происходит таран то есть осталось где-то в районе 20 процентов хп учитывая мой первый таран и вторым не будем скажем так его учитывать неудачный таран и во вторым тараном я сейчас его добью опять он развернулся ко мне блин лицом не очень хорошо я надеюсь все получится нет к сожалению сейчас еще раз вот он отходит на нужное расстояние я начинаю снова таран буква т wq прожимаете клавиши держу их не отпускай как мы видим со второго успешного тарана монстр убивается собираем лут едем дальше здесь впереди должен быть должна быть через я вам сейчас покажу на челюсти еще то есть челюсть как и океанский молодой клинок до изменения хп этих монстров бывало что убивала с первого раз одного тарана вот значит я сейчас включу 3d карту чтобы лучше было видно где этот монстр а вот он впереди вот я ребята вам немножечко сейчас расскажу как пользоваться 3d картой эту идею подал мне муж я сама как бы своим женским ум не до этого не дошла вот с этой картой можно фармить и ночью вот на этой карте сейчас появится красная . вы включаете 2d карту и уже как только увидели красную точку далее действует по стандартной схеме вот у нас челюсть и смотрим сколько хп останется у челюсти вот как видите после успешного тарана по челюсть у нее осталось 30 процентов хп 30-25 то есть я вас уверяю ничего кардинального с этими монстрами не произошло как они убивались двух таранов так они продолжают убежать убиваться с двух таранов единственное что сейчас я так думаю ни один монстр при заточке вашего обвеса на плюс 7 не убивается с одного тарана может быть если вы заточите ваш обвес что вам так получится вам удастся это сделать на плюс 9 плюс 10 вы будете убивать их с одного тарана но если честно не знаю насколько это оправдано может быть и оправдана сейчас вот впереди там еще один я опять включила 3d карту едем смотрим чем хороша 3d карта вы видеть монстра в радиусе 300 360 градусов то есть неважно где он находится он появится у вас на карте и вы можете ориентироваться спереди сзади сбоку он вы будете видеть если вот на 2d карта вы как бы плохо ориентируйтесь особенно в темноте то через 3d карту очень легко обнаружить данного монстра даже если его не видно как бы вот в прямую видимость вот смотрим молодой океанский клинок как я уже говорила если раньше он убивался бывало с одного тарана то сейчас он убивается точно также с двух как и все остальные маленькие кандидум это был самый толстый молодой монстр он но он тоже поверьте мне сейчас убивается с двух таранов может быть у кого зеленый обвес там заточенный на очень мало может ему понадобится 3 тарана я не знаю ребят ну вот как видите все очень хорошо да и еще сейчас я вам покажу как действует нововведение от нашего разработчика за что ему очень огромное спасибо сейчас я вам на деле покажу вот например вы где-то в море предположим и вам нужно встать за штурвал вам не нужно теперь подплывать к вашему брегу достаточно один раз клацнуть вот по этой иконочке и вы оказываетесь на своем кораблике 2 расклад сайте и становитесь за руль за штурвал вернее извините на реки вот это очень полезная функция не только в море когда волны вы наверное заметили очень проблематично поймать момент когда у вас появляется взаимодействие с лестницей поэтому это просто офигенная штука которую сделан нам разработчик большое спасибо а что уж говорить про густо населенные скажем так доки где куча кораблей брошенных стоит и просто стать за штурвал своего судна практически невозможно эта функция просто на сто процентов облегчает вам данную процедуру все на этом наше видео закончено всего доброго до свидания следующее видео будут ближайшее время если может быть у вас есть какие-то пожелания какое видео снять по какому контенту пишите в комментариях чем сможем поможем подписывайтесь кто не подписан на наш канальчик ставьте лайки а пока до свидания